МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Воспользование административного ресурса тем будет хуже. Думаю, это учтут руководители на местах. Между тем, юридической академией и главам сельских управ, похоже, президент не указ. Преподаватели угрожают студентам, а глава Айлю Кмыты откровенно морочат головы сельчанам. Они говорят, что мы будем вас за руки до бюллетеня. Доводить? Да, доводить. А преподаватели их пугают, что их отчислят и так далее. И они боятся. Многие студенты боятся. Центр избирком или клуб изобретателей дополнительных препятствий. ЦИК под покровом ночи принял решение, сильно усложняющее голосование кыргызстанцев за рубежом. Там много не зарегистрировано. А мы же некоторые кандидаты рассчитываем именно на эту массу маргиналов, которые не зарегистрированы. Самое худшее в том, что мы сейчас избирательные права наших граждан, реализацию избирательных прав усложнили. Потому что для постановки на консульство учетов, пусть это будет временный или постоянный, необходимо собрать большой перечень документов. И начнем выпуск с главного политического события дня. Два часа назад в Джалалабаде состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между кандидатами в президенты Умрубеком Бабановым и Бакетом Турабаевым. Эта церемония прошла на стадионе Курманбек в присутствии 15 тысяч человек. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok По словам членов Совета Безопасности События в Карасу стали поводом Для обсуждения проблемы Административного ресурса А именно его недопущения К сожалению, это явление Уже давно стало привычным Атрибутом кыргызстанских выборов Внедрение современных технологий Компьютеризация процесса подсчета голосов К сожалению, не дает защиту От вмешательства чиновников В выборный процесс И потому, если не прекратятся Случаи оказания давления и принуждения Последствия всего этого Вполне могут стать угрозой Для национальной безопасности Кыргызстана В минувший понедельник 11 сентября Члены Совета Безопасности Во главе с Алмазбеком Атамбаевым Собрались, чтобы обсудить ход подготовки К проведению предстоящих президентских выборов Главный посыл прошедшего заседания Это обеспечение честного процесса голосования Как неоднократно напоминали В Центрисбиркоме К выборам будут допущены только те Граждане, кто сдал свои биометрические данные Их количество по состоянию На 8 сентября составило 3 миллиона 55 тысяч 442 крагастанца Успеть сдать биометрию можно Еще до 30 сентября Сейчас идет активный период Уточнений и в соответствии с законом За 20 дней до Дня голосования будет Выбежен контрольный список То есть первые итоги Уточнения списков избирателей И до 5 октября Государственная регистрационная служба Сформирует окончательный список избирателей Значит, в процессе Уточнения списков избирателей На сегодняшний день Уже поступило 42 тысячи Заявлений Граждан, которые намерены Проголосовать по избирательному адресу То есть не по месту своей регистрации Больше всего заявлений Наблюдается в АШФ В городе Ож и в городе Бишкек В день выборов будет задействовано 5370 автоматически считывающих ур Для функционирования системы СУ Необходимо бесперебойное электроснабжение Все меры для этого, по словам чиновников Будут предприняты Так, в комиссии по выборам обещают Устранить все недочеты и возможные Перебои в работе электронной системы ЦИК После завершения стресс-тестов И доработки Программного обеспечения Мы намерены Организовать Общественную широкую презентацию Для кандидатов, их представителей Независимых экспертов и СМИ С тем, чтобы Все понимали, что Система объективная Система работает в бесконтактном Автоматическом режиме Система позволяет получить Достоверные итоги голосования Любые внешние воздействия С целью изменить результаты Невозможны Особое внимание в ходе заседания Совбеза было уделено обеспечению Общественного порядка Безопасность и порядок На выборах будут обеспечивать 9,5 тысяч милиционеров И 9 тысяч добровольцев Чтобы на всех участках Была бесперебойная подача электроэнергии Службы проводят проверку всех линий и подстанций Однако до сих пор неизвестно Почему те же сотрудники милиции Бездействовали во время явных нарушений Во время выборов местного кенеша В городе Карасу Две недели назад Прямо возле избирательного участка Сын служащего таможни Муртазали Кузубаев Пытался отобрать видеокамеру И в угрожающей форме Требовал от корреспондента И оператора телеканала НТС Удалить отснятый материал Факты нарушений на прошедших выборах В Карасу стали темой обсуждений И на заседании совбеза Об этом уже после совещания Нам рассказал член совета безопасности И лидер парламентской фракции Республиката Чёрт Умурбек Бабанов Речь шла об использовании Административного ресурса на выборах Бюллетенях у которых были обрезаны края В целом обсуждались нарушения На выборах в Карасу Был поставлен вопрос о привлечении К ответственности виновных Поставлена задача выявить и наказать Тех, кто угрожал сотрудникам телеканала НТС Хочу отметить слова Алмазбека Шершеновича О том, что выборы нужно провести Честно и прозрачно На заседании было отмечено О недопустимости применения административного ресурса Было сказано, что наш народ Никогда не будет мириться с такими явлениями Чем сильнее будет использование административного ресурса Тем будет хуже Думаю, это учтут руководители на местах Никто не должен вмешиваться в избирательный процесс Народ сам решит, за кого голосовать О том, что выборы должны пройти честно и прозрачно В очередной раз напомнил Алмазбека Тамбаев Выборы необходимо провести нормально Народ примет итоги выборов Если они пройдут чисто Если нет, то не примет Эти слова главы государства Должны стать сигналом для тех Кто пытается использовать административный ресурс Говорят политологи Здесь, конечно, в различных органах На местах или в центральных органах Люди, которые понимают, что они просто Здесь находятся Поскольку есть определенные Люди, которые находятся На ключевых позициях И поэтому в этом отношении Любая какая-то пертурбация Особенно, когда это касается Предположительно смены власти Это означает и смена людей И в этом отношении понятно, что В общем-то, какие-то Определенные изменения могут Происходить Хотя понятно, что у нас Сейчас в последнее время Не так, может быть Сильно и напрямую Многое завязано На самом институте президентства Впрочем, в то, что административный ресурс Будет полностью исключен Верят не все Административный ресурс Всегда используется Во время предвыборной агитации Теми кандидатами Которые, во-первых, не уверены В том, что они наберут На выборах достаточное Количество голосов Которые когда-то Свою бытность находились У власти И привыкли к тем, что Они могут оказать давление На народ И прежде всего Только в тех случаях Когда действительно Они не уверены В своих силах И дают Только популистские Обещания народу И все же Мнение аналитика Сходится в одном Судьба страны и народа В руках самих избирателей От решения которых И зависит Кто будет руководить Страной в последующие Шесть лет Ну, я думаю, что Бояться-то нечего Потому что, ну, форм Давление на избирателя Разве что это Какие-то совсем уже Территории, где Криминальные группы Затерроризировали Местное население Ну, наверное Такого у нас Не должно быть То есть Поводов бояться Вроде бы нету Ну, и это возможность Для граждан Ощутить себя гражданами Раз в несколько лет Хотя бы У народа есть Конституционное право Это право избирать И быть избранным Это право Свободно выражать Своё мнение И выражать свою волю Я думаю, что Как раз во время Данной предвыборной агитации Народ как раз таки Наглядно Среди множества кандидатов У него будет Благодаря сравнению Всех позиций Авторитету Тех или иных Кандидатов Будет право Выбора Право довольно таки Я бы сказала Разнообразного И многогранного Выбора Среди кандидатов Которые достойны Представить Их президентом Ожидается, что Следующее Совещание Совета Безопасности Состоится в ближайший Месяц Перед 15 октября Это дает надежду На то, что Выборы нового Главы государства Пройдут действительно честно И без вопиющих нарушений Анасасия Соболева Алексей Немашкал Аман Бакеров Ирлан Кемербеков НТС Итоги недели Видимо В регионах страны Да и в столице Не спешат исполнять Последние решения Совета Безопасности Потому как Факты применения Административного Давления Отмечаются и После заседания Саубеза Начиная от образованных Преподавателей Бишкекских вузов Заканчивая Простодушными Обывателями И верующими В глубинки Всех заставляют Работать в пользу Одного кандидата Нелепая агитация Главы сельской управы В Араванском районе Который заявил Перед земляками Что не проголосовать За человека Семья которого Чуть ли не каждый год Совершает паломничество В Аравию Это большой грех Преподаватели Юридической академии При правительстве Которые пугают студентов Отчислениями Если те не проголосуют За кого надо В общем по прежнему Все кто хоть Маломальски Зависит от правительства Не в силах Противостоять силе Административного ресурса В заслуги Одного из кандидатов Приписываются Почти все Более-менее Позитивные кейсы Начиная от Тазасу Заканчивая Тазаком Вместо убеждения Путем честной агитации Используется Метод Против лома Нет приема В такой ситуации Не стали молчать Даже ветераны Кыргызской политики Которые обычно Держат нейтралитет Аксакалы Выступили с заявлением О том что Без чистых выборов Нет чистого общества На уходящей неделе Вопрос использования Административного ресурса Стал темой Для оживленных дискуссий На пленарных заседаниях Джогурку Кенеша Народные избранники Озвучили факты Явных нарушений Депутаты фракции Республика Атаджур Рассказали о том Как преподаватели вузов Заставляют студентов На предстоящих выборах Отдать голоса За кандидата Джейнбекова Впереди у нас Большое событие Это президентские выборы Идет политическая конкуренция Думаю это достижение Двух революций Чиновники не должны Напрасно запятнать Эти достижения Есть запись Как преподаватель вуза Агитирует студентов За Джейнбекова Она расспрашивает Студентов за кого Они будут голосовать И после того как Одна студентка сказала Что будет голосовать За Бабанова Ее выставили за дверь Нам нужно вызвать ЦИК И ГРС Проверить их работу На скандальной записи Сделаны студентами Юридической академии Понятно Кто оказывает давление На выбор учащихся Несмотря на то Что куратор Группы факультета управления И права Приказала молодым людям Убрать телефоны У них все же Получилось записать Разговор на диктофон Всем известно прекрасно Что КГЮА За СДК За Джейнбекова Девушка Которую выставили за дверь За ее политические предпочтения Студентка второго курса Чулпон Джейнбекова Она будучи старостой И отличницей Полагала что та самая пара Кураторский час Будет посвящен вопросам Связанным с учебным процессом Однако преподаватель Завела разговор Про выборы Куратор сначала Начала спрашивать Кто за кого Индивидуально Начала спрашивать Кто за кого И она сказала Давайте на чистую Кто за Бабанова Но сначала все молчали И второй раз Она спросила Кто за Бабанова И я подняла руку Она сказала Ну ты можешь выйти Мы будем продолжать Свою речь без тебя Они говорят То что мы будем За руки За руки До бюллетеня Доводить Да Преподаватели Их пугают Что я хочу И так далее Они боятся Многие студенты боятся В центр Избиркоми обещают Тщательно разобраться В инциденте Я до проведения Специальных Специальной проверки Экспертиз Я не могу Комментировать Как применение Административных Ресурсов Но мы должны Привести тщательную Проверку Потом уже Дать правовую Если необходимо Мы направим Правоохранительным органам Чтобы дали Правовую оценку Или административную То избирательная комиссия В праве Применит административную Ответственность Данного Гражданина Данного куратора Как жалуются депутаты Если в одних регионах Обеспечить голоса Кандидата От правящей партии Требуют от бюджетников Пакимы То в других Госаппарат использует Преподавателей Вузов В пользу Кандидата От СДПК Ректор Джалабадского Университета Заставляет студентов Заполнять форму Номер 2 И голосовать За представителя Социал-демократов Ваши на предприятиях Тоже дают указания Сотрудникам Чтобы те поддерживали Кандидата СДПК Это означает Что началось Использование Административного Ресурса Саппар Исаков С этой трибуны Говорил Что они не будут Вмешиваться В избирательный процесс Пусть дадут поручения Местным властям Чтобы не вмешивались На местах На местах Появились некие деятели Которые то лампочки Устанавливают То еще что-то делают Что должны делать Государственные структуры Эти люди Действуют в личных интересах Они портят Имидж СДПК Нам много Сигналов поступает Что идет Применение административного Ресурса Тем временем В интернете Появились и другие Видеоматериалы Указывающие на нарушение Правил агитации На этом ролике Распространенном Радио Азотых Запечатлено Собрание сельчан На нем звучат призывы Проголосовать за кандидата От правящей партии По данным информационного Ресурса Перед собравшимися Выступал Председатель Аилу Кмету села Юсупов Араванского района Орской области Шукурулов Айзулаев В своей речи он обещал Односельчанам Светлое будущее Если те проголосуют За указанного им Кандидата Это человек Из религиозной семьи С женой и детьми Он совершил паломничество Его родной брат Был послом В арабских странах Мэром Аша И восемь раз Оказывается был в Мекке А когда другой Его брат Асселбек Шарипович Был спикером Он поехал С восемью депутатами Совершить хадж И тогда местный Падишах Открыл им Кабу И он был в Кабе Если выбрать другого Когда есть такой человек Читающий намаз Это будет преступлением Вы не должны колебаться Должны отдать свои голоса За Соронбая Джейнбекова Если он станет президентом Мы сможем смело Заходить к нему В кабинет И решать все вопросы Противостоять административному Ресурсу Вызвались ветераны Кыргызской политики Группа Некогда влиятельных В стране людей Создали объединение С говорящим названием Без чистых выборов Не будет чистого общества В составе союза Экс-президент Роза Атунбаева Бывшие спикеры Парламента Медиткан Ширимкулов Абдаганы Эркибаев И Зайнидин Курманов А также два Экс-премьер-министра Феликс Кулов И Абас Джумагулов У каждого из нас Есть собственные предпочтения Я не скажу за кого Буду голосовать Но я буду голосовать Не против всех А за кого-то И каждый из нас Будет так делать Но наша поддержка Кандидатов Заключается В беспристрастном Подходе То что им сейчас нужно Им не нужно Чтобы Кулов сказал Я за такого-то Кандидата Или против такого-то Мой голос потонет Но когда мы скажем Что не созданы условия Для конкретного Кандидата Его прессуют Это будет Более мощная поддержка Чем я скажу Что я его поддержу По словам Феликса Кулова Члены объединения Решили поспособствовать Проведению Чистых президентских выборов Сообща Бороться с нарушениями В агитации И следить за Поступающими Жалобами Кроме того Будет тесно работать С Центризбиркомом Правительством МВД Прокуратурой И международными Наблюдателями Но ни в коем случае Не представлять интересы Определенных Кандидатов Вопрос Честных выборов Никогда подошел К урне А до того Какие условия Созданы Например У нас уже есть Были обращения От некоторых Штабов Которые мы в прессе Смотрели Как Использовать Против некоторых Кандидатов Средства массовой информации Не объективно Понимаете Идут оскорбления Каких-то Затрагивают Национальные моменты Вот это Мы считаем Возмутительно Ближайшее Заседание Объединения За честные выборы Намечено уже На следующую неделю Никакой рекламы И агитации Только факты Говорит Экспикер Абдаганы Иркибаев Я Недавно Побывал На юге В трех областях И постоянно Читаю К сожалению Часто Люди Говорят О двух этих вещах Обе использованы Опять таки Как и раньше Административные ресурсы И Ресурсы финансовые Раз мы хотим Построить Ну сейчас Они Сильно Ведут такую работу Хотим оставить Честное Чистое Общество Залогом этого Должна быть Нынешняя компания Это будет Примером Образцом И Апробацией Насколько Их слова Я имею в власти Соответствуют Этим Их объявленным Целям В то же время По словам членов Объединения Они не могут взять на себя Функции ЦИКа Органов прокуратуры И уж тем более суда Но своим авторитетным мнением Будут способствовать Огласки фактов Нарушения выборного Законодательства Чтобы в обществе Поняли кто из кандидатов Рвется к победе На выборах Только благодаря Административному Или финансовому Ресурсу Сабина Дамазгина Алексей Немашкал Эрлан Кемельбеков Александр Симонов НТС Итоги недели Понедельник Голосование необходимо Провести открыто И прозрачно Об этом на заседании Совета безопасности Заявил Алмазбек Атамбаев Тема предстоящих выборов Стала основной В ходе состоявшегося Собрания Совбеза страны О том, что все пройдет Без эксцессов Заверили и вице-премьер Душенбек Зилалиев А также глава Центра избиркома Нурджан Шайлдабекова Одним из решений Совета безопасности Стало поручение Уполномоченным органам Разобраться в инциденте Который произошел На местных выборах В Карасу А именно найти И наказать виновных В Киминском районе Врач подозревается В попытке изнасилования 12-летней пациентки Девочка сообщила матери Что 53-летний терапевт Пришел ночью к ней в палату Сделал парализующий укол И пытался совершить Над ней развратные действия Речь идет о больнице В поселке городского Типа Орловка Родители сразу же Написали заявление Заведено уголовное дело Медик задержан Сейчас проводится Вся необходимая Медицинская экспертиза Вторник Иссыкульские правоохранители Задержали группу молодых людей У одного из которых Изъяли 850 граммов гашиша Наркотическое вещество Было упаковано В 50 спичечных коробков И уложено в сумку При досмотре В кармане 25-летнего задержанного Оперативники Также нашли Удостоверение Главного управления Государственной специализированной Службы охраны Настоящий ли это Документ сотрудника МВД В милиции не пояснили По факту Возбуждено уголовное дело По статье Незаконное изготовление Хранение И перевозка наркотических средств Все трое подозреваемых Водворены в изолятор Временного содержания МВД вновь предлагает Повысить штрафы За нарушения ПДД Причем существенно К примеру За пьянство за рулем Ведомство предлагает Повысить денежное наказание С 10 тысяч сумм До 30 тысяч И лишать водительских прав Не на один год А на два Непристегнутый ремень Несоблюдение дорожных разметок И сигналов светофора Штрафы за эти нарушения Ведомство считают Надо поднять в два раза Эксперты с этой мерой согласны Но опять же задаются вопросом Не создаст ли она Новую почву Для коррупции В рядах дорожных инспекторов Среда В Госкомпромэнерго Назвали крайнюю дату До которой компания Лиглас Должна перевести 37 миллионов долларов На счет Национального предприятия Электрические станции Это 19 сентября Ранее в кабине Назывались разные сроки Первоначально Говорили о начале сентября Затем Вице-премьер Зилалиев Назвал дату 18 сентября Теперь 19 По условиям Инвестиционного соглашения Чешская компания Лиглас Трейдинг Чтобы получить 50% Акции Компания Верхний Нарынский ГЭС Должна оплатить долг Перед российской Росгидро В размере 37 миллионов долларов В городе Ош был избит Сотрудник предвыборного штаба Умурбека Бабанова Ночью в дом 29-летнего Мирлана Берекова Ворвались четверо неизвестных И нанесли ему сильные побои Напавшие не стали Объяснять причину своих действий Их личность пока остается Не установленной У него диагностировано Сотрясение головного мозга И трещина нижней челюсти В росте числа ДТП Права рульки ни при чем Под таким девизом Гражданские активисты Начали сбор подписей Против инициативы МВД Ведомство предлагает Вести запрет На использование машин С правым рулем В коммерческих целях Не с 2020 года Как ранее планировалось А уже со следующего Как говорят активисты Это может привести К массовой безработице Среди частных таксистов Многие из них На такое резкое изменение Времени запрета Не рассчитывали Более того До сегодняшнего дня Не было представлено Никакой достоверной статистики Подтверждающей Более высокую опасность Автомобилей Именно с правым рулем Четверг Президент Алмазбек Атамбаев С рабочим визитом Прибыл в город Сочи В рамках этой поездки Алмазбек Атамбаев Встретился с российским Коллегой Владимиром Путиным Лидеры двух стран В неформальной обстановке Обсудили актуальные вопросы Двустороннего сотрудничества И взаимодействия сторон По линии Евразийского Экономического Союза Против чиновников Министерства транспорта Генпрокуратура Возбудила уголовное дело Два года назад Как сообщает Надзорное ведомство Рабочая комиссия Министерства Без проведения тендера Приобрела технику И оборудование У частной компании При этом стоимость товара Была значительно завышена В сравнении с действующими В республике Рыночными ценами На аналогичные товары И услуги Генеральная прокуратура Отмечает, что в результате Незаконных действий Государству был причинен ущерб Почти на 17 миллионов сумм Пятница На трассе Бишкек-Ошу Вновь смертельное ДТП В Новокенском районе Джавалабадской области Недалеко от села Дустук Столкнулись две легковушки Ауди И грузовая машина Hyundai Porter Пять человек Скончались на месте Еще один, не приходя в сознание Погиб по дороге в больницу Причины и обстоятельства ДТП расследуются По данным МВД За 8 месяцев По республике Произошло почти 4 тысячи Автоаварий В которых погибли 504 человека 60 из которых дети Кыргызстанцев Воевавших за рубежом В рядах террористов Лишат гражданства По поручению Совета Безопасности Соответствующие госорганы Начали прорабатывать Все процедуры Исполнения этой нормы Одна из поправок В прошлом году Внесенных в Конституцию Теперь позволяет Отдельным законом Определить случаи Когда человек Может быть лишен гражданства Прежде всего Это те граждане Которые вели террористическую деятельность И воевали на стороне террористов По данным силовиков Сегодня в Сирии и Ираке В рядах боевиков воюют Более 500 граждан Кыргызстана Из них 140 женщины И около сотни детей На этом мы с вами прощаемся Увидимся в следующее воскресенье До свидания Далее смотрите Параллели Авторскую передачу Джамал Бекаджумаева Далее